Привет, друзья! В прошлой серии, посвященной ESP8266, мы с вами говорили про TCP-сервер. Соответственно, эту тему мы более-менее рассмотрели, но раскрыли, конечно же, не до конца. И думаю, что в дальнейшем мы её раскроем. Но сегодня я предлагаю вам поговорить про более актуальную тему, и это TCP-клиент. Поэтому смотрим! И чуть не забыл, спонсором нашем видео является BigBone чипсы. Просто неплохие чипсы, которые, в принципе, можно есть. Наверное, я ещё не пробовал, но, видимо, можно. Для начала нам необходимо написать клиентскую часть, и так же, как и в прошлых сериях, мы будем её писать на модуль NodeMCU, который сделан на основе микроконтроллера ESP8266. Ну и, конечно же, скетч будем писать максимально просто, чтобы понять мог абсолютно любой человек, даже не будучи программистом. Для начала подключаем библиотеку, которой мы с вами и до этого пользовались, ESP8266 Wi-Fi. Затем объявляем три глобальные переменные. Это у нас номер сообщения, адрес сервера, к которому мы будем подключаться, и порт, по которому будут передаваться сообщения. Затем у нас идёт функция Setup, в котором у нас исключительно реализовано только подключение к нашей Wi-Fi-сети. И небольшая задержка, чтобы Wi-Fi успел подключиться. В функции Loop инициализируем объект Wi-Fi клиента. Именно в этом объекте на стороне библиотеки у нас и происходит всё волшебство. Затем пишем условие, где вызываем метод Connected, который при удачном подключении к серверу возвращает истину, а при неудачном ложь. А вот в теле условия у нас происходит задержка в 3 секунды, для чего это сделано? Если у нас получилось подключиться, то соответственно мы идём дальше по нашей функции Loop. А вот если подключиться не получилось, то мы не будем пытаться подключаться на огромной скорости в кольце, а подождём 3 секунды. Тут конечно же будет не лишним обратить в условии на логическое не. И затем пишем ещё одно условие, где метод Connected возвращает статус подключения. True если подключен, False если нет. Тут в теле условия объявляем и присваиваем значение строковой переменной. Это будет часть сообщения, которое будем отправлять на сервер. Затем с помощью метода Print, принадлежащему именно объекту Wi-Fi Client, отправляем сообщение. Оно состоит из строковой переменной, которую мы только что объявили, и из номера сообщения. Ну и конечно же после каждой отправки увеличиваем номер сообщения на плюс 1. После этого делаем задержку на 2 секунды, чтобы сообщения не летели с огромной скоростью. И конечно же отключаемся от сервера, так сказать прерываем поток. Ну и на этом наша простая клиентская часть закончена. Осталось выбрать порт, сохранить скетч, ну и конечно же залить его на МК. Чисто от себя хочу добавить, что если вы только начинаете писать и не до конца понимаете процесс, то лучше всего пишите руками и ничего в принципе не копируйте, как я сейчас на этом видео. Даже если вы пишете чужой код, то посмотрите на него, сверните свою страничку браузера и напишите все самостоятельно. Но вот в данный момент я писал все самостоятельно и допустил парочку ошибок. И ничего плохого не произошло, компилятор мне показал где я был неправ, соответственно я исправился, но тем не менее в голове у меня отложилось. На этом скетч написан и загружен, и мы теперь с вами способны отправлять сообщение серверу. Вот только есть маленький нюанс, у нас нет сервера, на который мы можем отправлять сообщение, но думаю мы можем с вами его просто написать. Я уже в прошлом видео говорил вам о том, что это не черная магия и подобные вещи пишутся достаточно просто. На каком бы языке вы не программировали, везде есть подобные классы, библиотеки, которые в общем хорошо и правильно умеют работать с TCP IP, а вам только инструкции необходимые нужно вызвать. Не буду в данном случае комментировать свой код построчно, потому что видео совершенно не о шарпах и как на них писать. Объясню только смысл, изначально мы запускаем некий TCP листинер, то есть сервер, к которому возможно подключиться. После этого в бесконечном цикле я жду подключения, и когда у меня появляется клиент, я его регистрирую и соответственно открываю для него поток, поток для чтения или записи данных. Как только клиент отправляет мне сообщение, я его принимаю, вывожу в консоль и поток соответственно закрываю. Все сообщения системные будут выведены в консоль стабуляции, все сообщения с сервера принятые и выведенные на консоль будут выводиться без стабуляции. В принципе на этом сервер готов, мы сейчас можем запускать и смотреть. Также я хочу сказать, что на данный момент я искусственно ограничил длину сообщения, создав статический массив на 10 байт. Но если вы обратите внимание, код написан таким образом, что вовсе не обязательно указывать размер массива. Ну и прежде чем испытывать, давайте обратим внимание на то, что клиент, что сервер у нас работает по одной и той же технологии. То есть клиент у нас подключается к серверу, отправляет ему сообщение, а затем от него отключается. Соответственно в свою очередь сервер у нас принимает клиента, открывает поток, принимает туда сообщение, видит, что клиент отключился и тоже соответственно закрывает все свои потоки. Поэтому мы с вами видим, что работа сервера и клиента абсолютно подстроена друг под друга. Ну а дальше теперь давайте наглядно тестировать все, вот наша ESP-шка, сейчас я уберусь на ее питание, чтобы так сказать обнулить и заново подам. Она сообщение на сервер посылать не будет, потому что сервер отключен, соответственно к нему она подключиться не сможет. Теперь запускаю сервер, немного жду, пока вот там вот эти по 3 секунды пройдут наши условия. И на него начинают приходить сообщения. Помним то, что без стабуляции это сообщения, полученные именно с ESP, то что стабуляции это служебные сообщения самого сервера. Статус ожидания подключения у нас происходит на том этапе, когда клиент либо до этого не был подключен к серверу, либо уже отключился от него. Следующий статус подключен клиент и его адрес выводится на том моменте, когда ESP подключилась к серверу. И на сервере открывается поток, способный принимать сообщения. После этого клиент отправляет сообщение, сервер его принимает, расшифровывает и соответственно выводит в консоль это то, что у нас без стабуляции. И затем клиент отключается, следовательно сервер закрывает поток и заново переходит в режим ожидания подключения. Также вы можете обратить внимание на то, что сервер нам выводит в консоль адрес клиента, который к нему подключился. Но это потому, что я написал соответствующую инструкцию. С IPшником тут все понятно, это у нас ESPшка, соответственно в прошлом видео про TCP сервер мы подключили ее к маршрутизатору и зарезервировали ей постоянный IP адрес. Ну а вот порт у нас с вами далеко не 80-й, по которому идет обмен сообщениями между клиентом и сервером. При этом, как вы можете заметить, он не постоянный, а все время меняется. Это связано с тем, что сама операционная система принимает пакет и помещает его в какой-то порт. При том, что мы пользуемся TCP IP четвертой версии, то у нас под один порт выделено целых 2 байта. А это 65536 значений для номиналов портов. Все порты, которые идут после 32768, это считаются некоторые служебные порты. И когда пакет у нас попадает в операционную систему, то операционка самостоятельно каким-то образом распределяет эти порты. И, соответственно, этот пакет попадает в один из них и ждет там своей очереди. Чтобы попасть в поток, отслеживающий наш занятый с вами 80-й порт. Это сделано потому, что таких сообщений может быть просто очень большое количество. И, соответственно, в один маленький поток они просто разом не влезут. Вы же можете относиться к этому как к некоторому списку, где мы храним сообщения в очереди, чтобы они попали в наш сервер. Я лично думаю, что та информация, которая сейчас прозвучала, вообще в принципе раскрывает саму суть и назначение потоков. Но, к сожалению, данное видео не об этом, поэтому продолжаем. Теперь же давайте организуем еще один сервер и будем отправлять ESP-шки и пакеты сразу на два сервера одновременно. Для этого я взял ноутбук жены, но на самом деле, конечно же, я мог и на своем стационарном компьютере поднять второй, третий, четвертый, сотый, там тысячный и так далее сервер. И никаких проблем ни в этом нету, но просто для наглядности я взял второй комп. Конечно же, для ESP нам необходимо переписать программу, но здесь все достаточно просто, так что не пугайтесь. Мы дублируем три наших глобальных переменных, которые отвечают за номер сообщения, также адрес сервера и порт соединения. Теперь в названии переменных у нас присутствует индекс. Ну и адрес и порт второго сервера у нас будут отличаться от первого адрес, потому что это другая машина, поэтому он будет другой, а порт будет другой, потому что я просто-напросто так захотел. Теперь все содержание функции loop я вырезаю и копирую в свою пользовательскую функцию под названием клиент. Данная функция ничего возвращать не будет, но будет принимать адрес сервера, порт по которому будет идти передача соответственно и номер сервера, чтобы просто было удобнее мне там работать. Так как на каждый сервер я хочу писать немного разное сообщение, то с помощью конструкции switch я буду по номеру сервера определять с каким из серверов мы общаемся и формировать свое сообщение. Да, тут конечно же можно было немного оптимизировать данный процесс, но тем не менее я пишу именно так, чтобы всем совершенно было понятно. А если все-таки кто-то не согласен с этим решением, то пусть не тешит себя иллюзиями и не считает, что он крутой программист, чувак ты смотришь видео про ардуино. Мы тут делаем просто и доступно для всех. Окей, когда теперь все выяснили, нам осталось написать два вызова этой функции, конечно же функции loop. При первом вызове будет отправляться сообщение первому серверу, а при втором второму серверу. Ну и в общем и целом код от изначального варианта нашего нисколько не изменился, просто теперь все упаковано в функцию, которую кстати говоря мы можем убрать за кулисье, и вызывать ее по так сказать надобности. Ну и на экране вы видите у нас наш основной код, мне кажется таким образом даже стало гораздо проще ориентироваться, если же конечно же знать, что у нас в функции клиент написано. Сам же сервер необходимо нам перекомпилировать для второго компьютера, изменив адрес, через который будут получаться пакеты и конечно же порт назначения. Ну и теперь только осталось перекинуть на ноутбук наш исполнительный файл второго сервера. Я это сделаю через расширенную PSMB папку. Теперь же друзья запускаю на обоих компах сервера, и соответственно как бы они у меня находятся в режиме ожидания на данный момент. Осталось только подать питание на ESP и ждать пока нам начнут приходить пакеты. Ну и чудо конечно же не заставило себя долго ждать, у нас вот тут пакеты повалили, прям с ESP, причем сообщения разные. В первом случае на первом сервере, который является моим стационарным компьютером, у нас приходит один SRV. А вот на ноутбук у нас приходит сообщение, начинающееся на два SRV. Тут вы можете обратить внимание, что в первом, что во втором случае у нас номер сообщения совпадает. То есть они идут у нас параллельно, так же как мы и писали. Ну друг за другом, но для нас это параллельно по сути. Также хочу заострить ваше внимание, что и в первом и во втором случае у нас IP клиента совершенно одинаковые. То есть это нам говорит о том, что с одной железки это все отправляется. Потом смотрите следующее, если я ESP отключаю от питания, то соответственно у меня сообщения перестают приходить. При этом сервера у нас работают, и если я верну питание на нашу ESP, то она загрузится конечно какое-то время, на это уйдет, но потом наши сообщения продолжат как бы приходить. Ну при этом конечно же номера сообщения у нас полностью обнулятся, потому что переменная будет заново инициализирована, и в качестве значения ей будет присвоен 0. Также хочу обратить ваше внимание на то, что у нас сообщение на первый сервер уходит сначала, а потом уже на второй как бы вдогонку идет за ним. Но по факту в жизни у нас сообщение на второй сервер приходит немного раньше. И это не что иное, как издержки маршрутизации, то есть оно нам говорит о том, что пакеты летят не в реальном времени. И так как мы при отправлении каждого буквально пакета разрываем соединение, а если у нас еще и будет сеть чуть сложнее вот этой домашней, где у нас устройство маршрутизатор всех объединяющий, то соответственно мы например отправляем откуда-то там издалека первый пакет, потом второй, потом третий, то третий соответственно может по более короткому маршруту долететь раньше всех остальных. Теперь смотрите еще один небольшой эксперимент, у нас параллельно летят пакеты и нумерация данных пакетов у нас на обоих и компьютерах совпадает. Ну я вам предлагаю на небольшое время закрыть второй сервер и собственно прекратить прием пакетов, но при этом на первый сервер пакеты будут продолжать приходить. Ну так как у каждого сервера у нас своя переменная для нумерации этих пакетов, то пока второй сервер у нас будет находиться в отключке, соответственно у нас номера пакетов предназначенных для второго сервера меняться не будут, так как они меняются после отправки сообщений, если вы еще помните скетч и держите суть происходящего в голове. В общем-то мы с вами пропустили порядка 10 сообщений и теперь запускаем второй сервер вновь. И теперь второй сервер запущен, на него снова продолжают идти пакеты, но нумерация этих сообщений продолжает с того места, на котором выключился сервер. Это я конечно же вам показал не для того, чтобы продемонстрировать нумерацию сообщений, как она работает, а для того, чтобы понять, что если мы полностью понимаем, как у нас чего написано и чего работает, то соответственно мы будем весь процесс контролировать и даже скетч, который написан, ну скажем так, не до конца или не очень грамотно, если уж на то пошло, он все равно у нас будет отрабатывать именно так, как мы понимали и так, как мы написали. На этом, друзья, видео пока что все, но на самом деле тема по TCP клиенту полностью не раскрыта, потому что, как правило, у нас не обмениваются устройства информации, когда там подключился, что-то кинул и потом отключился. Как правило, происходит длительное подключение, ну до какого-то сбоя сетевого, потом переподключение происходит, и на протяжении времени всего этого подключения серверы клиента обмениваются пакетами. Конечно же мы с вами об этом поговорим в следующем видео, но на сегодня все, потому что это видео тоже затягивается, ну и имеючи тысячу плюс-минус просмотров над видео, как бы глупо делать длинные видео, я вам уже об этом говорил, поэтому пока-пока и до следующей серии. Не забываем, конечно же, про спонсора нашего канала и сегодняшнего видео.